окей добрый вечер всем с тех пор как мы встречались прошлый раз произошли изменения в жизни народа израиля государства израиль освобождена часть пленников будем надеяться на освобождение и остальных и при этом на то что как говорилось карфаген должен быть разрушен так вот хамас должен быть уничтожен значит мы с вами в прошлый раз говорили о том о том метаморфозе которая произошла в истории с очищением храма когда мы сначала наблюдаем более ранние источники при переходе от более ранних источников каковыми является макай две макавейских книги первая и вторая а потом иосиф лавий к более поздним источником к источникам мудрецов мишны и талмуда начиная с так называемая мигелат 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 анит свиток о постах который мы в прошлый раз обсуждали и след за тем небольшой эпизод посвященный этому событию в вавилонском талмуде в трагдате шаббат любопытно что упоминание этого эпизода отсутствует в иерусалимском талмуде и главное напомню бросающиеся в глаза отличия состоит в том что в ранних источниках отсутствует какое-либо какое-либо упоминание связанное с вот этим самым кувшинчиком масла и чудом произошедшим с этим кувшинчиком которого неожиданным образом хватило на 8 дней эта история отсутствует в в ранних источниках и появляется только в источниках раввинистических причем как мы видели в напомню вам в тексте а сейчас его пожалуй открою на минутку еще раз в тексте в тексте более ранним мигелат танит так на правильный текст правильный файл открыл я надеюсь вы увидите так вот там как бы есть некоторое колебание с одной стороны сказывается история чудес кувшинчиком масла а а с другой стороны тут же как бы очевидно что это два два разных версии соединенные вместе почему только что объяснили нам что произошло что вот восемь дней происходило чудо связанное с этим кувшинчиком масла мы еще сейчас чуть чуть более подробно этого коснемся вот но дальше говорится а почему они восемь дней праздновали а потому что им пришлось готовить сосуды в течение восьми дней а это примерно приблизительно то самое объяснение которое мы обнаруживаем и в маковейской книге где сказано что справляли обновление жертвенников в течение восьми дней значит это там не объясняется почему это заняло восемь дней напоминаю что во второй маковейской книги утверждается что восемь дней бы в честь праздника суккот который не удалось том году праздновать нормально вынуждены были прятаться и вот из-за этого установили восемь дней хануки как своего рода компенсации вот ну в общем вот здесь в мегалатонин говорится что восемь дней готовили я кстати хочу поправиться я прошлый раз сказал что посвящение жрецов священников торе тоже восемь дней это не совсем точно все таки здесь семь дней а на восьмой начинается служба а и действительно одна из один из недельных разделов книги вайкра так называется сегодня шмени на вот этот восьмой день на который начинается служба после семи дней посвящения семь дней милуим а и тут действительно мегалатонин приводит разные разные события связанные 7 семью днями освящения скини 7 дней освящения храма шлума 7 дней а вот здесь почему-то 8 и вот они объясняют что они вынуждены были заниматься им необходимо было именно восемь дней теперь в самом деле мы сейчас когда и я в прошлый раз задался вопросом а если какой-то источник на который можем указать из которого может вырасти идея о восьми днях чудесного горения масла и как бы не настаивая на этом но с некоторой осторожностью я сказал что возможно одними из таких по крайней мере одними из таких источников может являться история в книге милахим книги царей о пророке или же который таким образом спас жену своего ученика одного из тех которые называют книги милахим буквально сыновья пророков вот которая женщина которая после смерти мужа должна была оплатить его долги и у нее не было денег и вот или же пророк и лишь а советую спрашивает что у нее есть дома оказывается есть только кувшинчик с маслом как называется здесь не термином пах а термином асух вот и его в результате оказывается что этого кувшинчика хватает на то чтобы наполнить много-много других кувшинов продать это масло и тем самым платить долги здесь ничего не говорится про 8 дней но некая парадигма сохраняется вот один кувшинчик которого почему-то чудесным образом хватает на много и поскольку у мудрецов было типологическое восприятие истории мы сказали что они вполне могли увидеть вот в истории с илишей какой-то источник вдохновения для создания истории с чудом с ханукальным чудом которое как бы само по себе могло естественно родиться просто из идеи о том что нужно было каким-то образом очистить храм и его ввести снова в действие да и что на пути это могли возникнуть разные разные препятствия эти препятствия что называется сфокусировались в истории с кувшинчиком масла теперь на самом деле и тут я возвращусь к вопросу который в прошлый раз боря задавал неясно в чем собственно конкретно состояло это чудо многие говорят о том что вот горело горело масло что вот этого масла как вот и стал как и плохим хватило на восемь дней его не должно было хватить могло хватить только на один день а вот хватило хватило на восемь но с другой стороны в свое время в свое время рав йосеф каро знаменитый галахист и каббалист в шестнадцатом веке в шестнадцатом веке задал вопрос это так называемый в своей галахической книге бейт йосеф это так и называется кушьят бейт йосеф а почему собственно все таки восемь казалось бы первый то день когда масло горело это не было чудесным горением только оставшиеся семь других дней можно воспринимать как чудесным значит и на этот вопрос задавалось много разных ответов значит кто то сказал что в первый день праздновали действительно непосредственно непосредственно историю историю победы маковеев а вот оставшиеся семь дней действительно чудо с маслом существовали и другие объяснения согласно которым каждый день каким то чудесным образом тратилась восьмая часть масла которая находилась в этом кувшинчике а некоторые говорили о том что собственно сам факт нахождения вот этого кувшинчика масла который запечатанного печатью священника явилось определенным чудом потому что не ожидали такой кувшинчик найти вот кроме этого кроме этого были предложены еще несколько объяснений одно из которых состояло в том что восемь дней это на самом деле то время которое требовалось для того чтобы доставить новое масло не приготовить масло доставить новое масло которое доставлялось из тко но не тко в иудее а его так сказать тезка тко на севере на территории колена ашер и я поискав нашел то объяснение которое Боря упоминал что значит нас что эти восемь дней разделились на два периода одно из к один из которых это семь дней очищения были нечисты нечистотой прикосновения к мертвому телу они же воевали и надо было очиститься а вот восьмой день это действительно уже само горение массы значит все это довольно позднее объяснение некоторые датируют их временем галонов некоторые временем решу ним какие-то объяснения действительно были ответами на на вопрос который поставил рабиевсов каро и это уже конец эпохи решуним начало эпохи хроним некоторые более ранние но сам талмуд скажем цитируя мегилат таанит ответа не дает он просто говорит нашли вот этот кувшинчик масла и он мог гореть только один день но произошло чудо и горел восемь дней без каких-либо подробностей теперь как бы я хочу перейти к второму вопросу который мы задали тоже довольно дискутируемому и сложному который как бы стал частью заголовка сегодняшнего занятия почему собственно говоря в талмуде в талмудической литературе фактически исчезает слава маковеев слава моих прославленных братьев если пользоваться выражением которое стало заголовком знаменитого романа Говарда фаста почему как бы тут на самом деле поскольку сами мудрецы объяснения этому факту не дают то мы можем высказывать некоторые предположения но мы должны понимать что эти предположения носят довольно спекулятивный характер однозначного ответа здесь нет значит по крайней мере ясно одно либо это связано с каким-то отрицательным отношением к маковеям либо это связано не столько с отрицательным отношением к маковеям сколько с перестанувкой акцентов с переоценкой ценности если пойти по второму пути то тут собственно у нас нет больших возможностей мы просто можем сказать что для мудрецов как бы военные победы существовали в разные времена они происходили с еврейским народом не каждая такая военная победа ложится в основу какого-то увековечивания значит праздника который будет праздноваться ежегодно и как бы для них это было не очевидно нужно было что-то такое чтобы оправдало оправдало превращение хануки какой-то вечный праздник для этого нужно было какое-то какое-то чудо и вот это чудо появилось в истории с рассказом о кувшинчике масла в то же самое время многие исследователи не раз задавались вопросом о том что все-таки странным является это замалчивание хасманеев и как бы праздник ханука конечно очень важный праздник но любопытно что скажем в мишне нет трактата посвященного этому празднику да вот есть трактат посвященный празднику пурим это трактат могила он не только празднику пурим посвящен но в основе это то что связано с пуримом а с ханукой такого нет конечно можно сказать что в случае с пуримом есть текст освященный текст в случае с ханукой такого текста нет почему такого текста нет напомню вам снова что по концепции мудрецов все что создавалось после персидской эпохи даже ну как бы они очень значительно сократили персидскую эпоху скажем так все что создавалось после эзра и инохемии не могло иметь священного статуса канонического статуса поэтому скажем такая книга как первая маковейская книга при том что она была написана на иврите и как бы она в общем то не содержит никаких крамольных утверждений из-за которых ее следовало бы изъять из канона а ведь в каноне есть книги которые содержат такие утверждения и мудрецы действительно задавались вопросом как можно эти книги оставлять в каноне начиная там скажем с книги пророка Ихискеля кончая книгами Кухелит Мишлей вот так что как бы сам тот факт что события хануки происходили позднее греческую эпоху они как бы не дали возможность канонизировать текст с ней связанный и придать ей статус подобный скажем празднику Пури но кроме этого кроме этого следует как бы обратить внимание все таки на два обстоятельства связанные друг с другом первое обстоятельство состоит в том что из того что мы видим в коммундической литературе есть нечто в династии хасманеев что вызывает напряжение и даже отторжение что же это во первых тот факт что хасманеи с одной стороны с точки зрения мудрецов узурпировали позицию позицию первосвященников позицию на которых опять же с точки зрения мудрецов они права не имели потому что они опять же с точки зрения мудрецов не принадлежали к роду цадок с другой стороны да и любопытно что в талмуде скажем есть текст который я сейчас процитирую я еще вернусь к нему это текст из трактата кедушин так вот в этом тексте рассказывается о столкновении которое произошло между мудрецами и одним из царей Хасманийской династии Александром Янаем и вот там один из них говорит такую вещь кстати говоря судя по всему вещи которые здесь инкриминируются Янаю на самом деле происходили во времена его отца Йоханана Геркана из того что мы знаем от Иосифа так вот там один мудрец говорит Янай Гамеле Равлех Кетер Малхуд Ганах Кетер Теунали Зар Ошеля Арон Царь Янай оставь себе венец царский и откажись от венца священнического принадлежащего семени Арону тут еще как бы добавляется дополнительная причина потому что говорили что его мать была взята в плен инородцами и не было известно что с ней происходило в это время вдруг не дай бог эти инородцы над ней надругались тема к сожалению сегодня актуальная вот но так или иначе мы видим здесь какое-то зерно конфликта на самом деле хотя тут и говорится достаточно с тебя венца царского но венец царский у хасманеев тоже на самом деле мудрецов не очень устраивал потому что по традиции мудрецов на самом деле царский венец может принадлежать по праву только представителям колена иуды только дому давида косманеи не имели отношения никакого к дому давида они были священческого рода из колена леви поэтому как бы их претензия на царскую власть вызывала это большое неприятие мы знаем что их сами хасманеи не сразу лишились на то чтобы называть себя царями они сначала именовались термином наси и только старший брат яная иударе стабу сын йоханана гиркана чеканя монеты на иврите писал иудар а по-гречески он чеканил на обороте слово басилиус то есть царь он фактически вот так вот постепенно подводил к идее о том что он царь что это царская династия а его младший брат Александр Янай уже совершенно открыто это делал поэтому опять же мудрецы очень четко разделяли между между царями дома Давида и царями династии хасманеев даже в таком галахическом плане это описано в трактате сота в талмуде что есть вещи которые по отношению царям из дома Давида как бы реально исполнять в частности даже свидетельствовать против них а по отношению к царям из дома хасманеев сделать это невозможно потому что они узурпаторы и тиран и поэтому с ними надо вести себя крайне осторожно как бы таким образом с одной стороны в глазах мудрецов хасманеевская династия была в общем-то нелегитимна не только в их глазах она была нелегитимна она была в равной степени нелегитимна в глазах по всей видимости эссея во всяком случае секта находившаяся на иудейской пустыне рядом с мертвым морем так называемая кумранская секта однозначно утверждала что хасманеи не имеют права на первосвященство они осквернили храм называли хасманийского первосвященника Куэна Раша нечестивый священник вот это как бы одна сторона теперь есть другая сторона дела которая не менее важна и они видимо как-то связаны друг с другом дело в том что довольно на раннем этапе хасмании стали это как раз было время возникновения различных не знаю можно сказать движений внутри иудаизма того времени самом деле это не столько иудаизм сколько иудаизм в общем были разные формы славич описывает несколько школ так называемых философских он упоминает фарисеев садуке и сеев скажем в талмуде упоминают священники бейтусей вместо и сеев новый завет тоже говорит о фарисеях садуке и родианах в общем были разные группы разные школы разные движения так вот уже во втором поколении осмонеев сын шимона йоханан геркан который флавий иосиф всячески восхваляет и даже наделяет неким пророчествам народ он в общем склонился в сторону садукеев мы не знаем точно причины почему это так произошло может быть потому что садукеи были такой очень в тот момент элитной интеллектуальной группой и йоханан геркан как бы был ближе опять же флавия объясняет это тем что фарисеи нанесли йоханану геркану обиду и вот ту историю которую я прочитал про александра иная насчет того сними венец с первосвященства это рассказывается у флавии именно по поводу йоханана геркан вот во всяком случае за очень редким исключением вожди фасмонейской династии не симпатизировали фарисеям и отдельный вопрос который тоже дискутируется состоит в том а действительно ли фарисеи были предшественниками мудрецов Мишна и Талмуда но в целом как бы не то чтобы консенсус но такой мейнстрим что да да что в общем мудрецы Мишны и галактических Медраше а потом мудрецы Талмуда наследовали фарисейские традиции действительно так как фарисеев описывают флавий так как их описывают как они описаны и в Новом Завете в самом деле их воззрение гораздо ближе мудрецам чем воззрение других движений хотя сами мудрецы своих сочинениях никогда не называют себя наследниками фарисеев иногда они говорят о них с большой симпатией иногда и без них наибольшего накала это противостояние между фарисеями Крушин и Хосмонийская династия достигла во времена как раз Александра Яная когда произошел просто военный конфликт и фарисеи Крушин перешли на сторону греческого царя Деметрия который вторгся выудеют Александр Янай жесточайшим образом расправился с ними потом повесит на столбах 800 человек при этом как описывает Флавий он сидел и пировал со своими наложницами когда их в жестоких муках казнили лишь вдова Александра Яная знаменитая Александра Саломея или Шлам Циана Малка согласно опять же калмундической традиции видимо так это видит уже видела Флавий она приблизила к себе фарисея причины тому не очень ясны Талмуд утверждает что фарисеем был ее родной брат Шимон Дан Шатах не все считают что это традиция аутентичная но так или иначе мы видим что между мудрецами Талмуда и космонейской династией в общем-то наметилась очень серьезная трещина в самом деле Талмуд никогда не не рассказывает о подвигах Иуды Маковея о подвигах его брата Шимона который потом его брата Ионатана а потом брата Шимона который наследовали Иуде и в общем-то упоминания Маковея упоминания Хасманеев как правило отрицательного в основном упоминается много достаточно много упоминается Александра Яна и в общем всегда ругательно он наверное того заслужил потому что был тираном и кровопийцем но как бы все таки как бы тот факт что и предшественники никак не описаны по мудической традиции выглядят довольно странно есть средневековые мидраши которые датируются разным временем но судя по всему они все таки более поздние чем те тексты которых мы сейчас касались которые как бы уже на игрите рассказывают снова историю ануки и там пересказывается история связанная с Иудой Маковеем войной которую вел Иуда и его братья как бы возвращается им была слава туда там же кстати появляется история с иудит которая мы в свое время о ней говорили еще вернемся к ней история которая в исходных текстах напрямую с ханукой не связана но как бы этот образ был к хануке присоединен на мой взгляд достаточно справедливо потому что книга Иудит которая дошла до нас багречески на мой взгляд завуалированной форме как бы подразумевает именно реальность связанную с восстанием маковеев хотя об этом не рассказывать напрямую так или иначе вот в этих поздних мидрашах это все возвращается на иврите но есть там скажем так называемая мегират антиохус маасэ ханука мидраш ханука и так далее вот но повторяю как бы в талмуде этого нет и я сам все же склонен считать что это не только из-за того что как бы для мудрецов было военные победы недостаточной для того чтобы прославить хану как бы все таки за этим какой-то такой тяжелый осадок связанный с отношением космонейской династии кроме того надо отметить что помимо прочего по крайней мере вавилонский того вообще не очень стремится выделять и подчеркивать военные победы мы должны помнить как бы тексты создаются эти в тот момент когда евреи находятся под чужой властью любого рода всякие миссианские утверждения или описание военных побед могут восприниматься как некоторая искра которая простите за трюизм может легко превратиться в пламя значит и привести к восстаниям а после трех неудачных восстаний против рима который пережил народ израиля восстания первого века восстания диаспорт начале второго и восстания варковы это все неудачи одна за другой показали что видимо не стоит таким путем добиваться признание независимости и так скажем ради редактор мишны он уже как бы стремился навести мосты не все шли этим путем но в общем как бы возможно это еще одна из причин почему вместо военных побед появляется чудо с кувшинчиком масла военные победы остаются где-то там на задворках далеко едва ли вообще упоминаются термином бейт хашмунай значит я поставлю здесь первую точку в нашем сегодняшнем занятии и на этот раз в отличие от предыдущих занятий здесь сделаю маленький перерыв перед тем как перейти и снова вернуться к первой маковейской книге и если есть вопросы и замечания по поводу того что мы обсудили до сих пор их самое время задать сейчас если есть такие вопросы то кто то что осталось неясным что то что вызывает возражение кто то хочет выскажется и мы продолжаем дальше ну ну окей если вопросы дальше возникнут то можно будет их задать в конце занятия опять таки а мы возвращаемся тогда сейчас к тексту первой маковейской книги к концу четвертой главы после что же произошло после истории с освещением храма и возобновлением храмовой службы значит как я уже говорил в переводе здесь ошибка не от двадцатого а двадцать пятого дня месяца кислева дальше говорится следующее последние два стиха четвертой главы в то же время обстроили гору сион вокруг высокими стенами и крепкими башнями чтобы язычники придя когда-нибудь не попрали как сделали это прежде напомню что под горой сион не подразумевается то что сегодня мы называем харцион а это храмовая гора да то есть они осветили очистили осветили и окружили стенами чтобы защищаться и расположил там иуда войск остеречь гору и укрепили для охранения бейтсур который находится к югу от Иерусалима в сторону хеврона чтобы народ имел крепость против идумеи а почему идумеи напомню что идумея как бы это некое это собственно или греческое название того что мы называем эдом да эдом народ который упоминается в Танахе неоднократно да сейчас мы как раз читаем 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 историю взаимоотношений между неаком и савом и савом в Торе как бы называется прародителем ипонием эдома эдом это был народ который жил сначала в Заярдане да к востоку в Заярдане если посмотреть на карту которая находится перед нами да и это южная часть Заярдане недалеко уже как бы от Красного моря и где-то в конце эпохи первого храма после разрушения первого храма особенно они начинают мигрировать теснимые видимо арабскими а потом набатейскими племенами и оказываются на противоположном берегу постепенно поднимаются на север и доходят вплоть до Хевронского нагоре и значит там они находятся уже в общем в момент возвращения иудейских пленников из-за Вавилона персидского плена и начинается постепенно конфликты противостояния кончаются эти конфликты тем что во времена уже несколько раз упомянутого мной Йоханана Геркана сына Шимона Маковея они были обращены в иудаизм согласно Флавию насильственным путем единственный такой вот прецедент когда народ был насильственным образом обращен в иудаизм сегодня многие исследователи высказывают сомнения в том что это было действительно сделано насильственным путем вот так или иначе факт заключается в том что скажем к моменту первого антиримского восстания идумеи фактически были частью народа Израиля участвовали в этом восстании воевали против Рима и вот мы переходим главе 5 которую мы начнем сегодня читать которая целиком полностью посвящена подвигам моих прославленных братьев вот этих самых братьев Маковея когда окрестные народы услышали что построен жертвенник и возобновлено святилище как прежде сильно вознегодовали и решились истребить роды Якова жившие среди них и начали убивать и истреблять людей в этом народе значит насколько то что здесь рассказывается является отражением реальной действительности или это некоторая гипербола мы не знаем но зато мы хорошо знаем что такого рода вещи повторяются мы сегодня живем ровно в такой исторической действительности когда создание здесь жертвенника святилища в наше время государство Израиль вызывает негодование окрестных народов в данном случае окрестных государств одного и того же народа арабского которые да решают истребить роды Якова да то есть даже если то что описывает здесь автор первой выковейские книги является некоторой гиперболой да и что на самом деле не то чтобы в самом деле делалась попытка уничтожить весь Израиль вот это попытка это гипербола носит достаточно пророческий характер и во всяком случае понятно что действительно освящение жертвенника возобновление жертв святилища было воспринято с одной стороны как некий некая фронда отвержения греческой власти то есть понятно что сама эта власть стремилась подавить такое потому что это опасный прецедент а кроме того понятно что под окрестными народами понимаются эллинизированные народы язычники которые как бы в значительной степени противопоставляли себя иудеям поскольку они сами приняли эллинский образ жизни во всех его проявлениях а иудеи по крайней мере части с ним категорически отказывалась это делать ставя тем самым себя в какое-то особое положение поэтому в принципе это описание не кажется столь фантастичным что же тогда происходит дальше иуда же тогда ополчился против сынов Исава в Идумееве здесь использован библеизм да вот опять же первая книга Маковейская полна различного рода библеизмами как в языке так и в содержании да вот он как бы тоже воспринимает Идумеев как сынов Исава в окровине значит что это за окровин на самом деле мы точно не знаем да значит более точная трансферация акробатена значит где именно это находилось непонятно но видимо действительно где-то выдумеет а некоторые вообще считают что это целая область а не конкретный населенный пункт так как они держали в осаде Израиля и поразил их великими поражениями смирил их и взял добычи их да значит что значит что они держали Израиль в осаде эта тема на протяжении главы будет повторяться несколько раз да то есть по всей видимости по всей видимости речь идет о том что те иудеи которые жили в этих местах оказались в состоянии реальной опасности да значит на них стали они как бы жили на территории идумеи или на границе идумеи иудеи и их реально окружали пытались нанести им поражение и вот иуда встал на их защиту ни раз ни два дальше мы увидим что здесь иуда скорее выглядит как новое воплощение царя Шауля который в свое время защищал жителей Явешгин Ада в Заярдане от аманитян но мы это увидим еще дальше вспомнил он и о злобе сынов Биана или Биана которые были для народа сетью и притыканием строя ему засады на дорогах значит опять же мы не знаем что за что это за Биана или Биан что это за народ сыны Биана некоторые считают что это некий кочевой народ наподобие библейского Амалека в общем это появляется только здесь поэтому нет возможности его отождествить с кем-то хотя они заперлись от него в башнях эти сыны Биана но он Иуда ополчился против них предал их заклятию и сожег огнем башни их со всеми бывшими в них потом он пришел к сынам Амона вот Амон здесь и появился значит опять же судя по всему речь идет не о библейских амонитянах их уже фактически никаких нет а речь идет о грекоязычных жителях населяющих эти территории просто опять же автор Маковейской книги пользуется библейской терминологией да интересно что этот эти амонитяне возглавляются человеком с греческим именем да встретил сильное войско и многочисленные народы Тимофея предводителя их значит в общем не знаем точно кто такой этот Тимофей он во второй Маковейской книге появляется в них и военачальник Тимофей может это он и есть но так или иначе здесь он предводительствует теми людьми которые тем войском которые находятся на территории ОМОН он имел с ними много сражений они были разбиты перед лицом его он поразил их да то есть иуда одерживают победу за победой взял я я эзер и селение его и возвратился в Иудее значит я эзер упоминается несколько раз в Танахе значит он то ли на территории библейского ОМОНа то ли на территории библейского Муава как бы два сопредельных народа значит вот иуда таким образом хозяйничает в Зайордане и одерживает победу за победой тогда собрались язычники жившие в Галааде опять же Зайордане против израильтян находившихся в пределах их чтобы истребить их они бежали в крепость дофима значит опять таки мы точно не знаем что это за крепость вот но видимо она находилась на территории Галаада Галаада и тогда они эти евреи которые там находятся в этой крепости послали письма иудеи и братьям его и сказали собрались против нас окружающие нас язычники чтобы истребить нас и готовиться идти сделать нападение на крепость которую мы убежали и Тимофей предводительствует войсками и так приди избавь нас от руки ибо множество из нас погибло вот это действительно чрезвычайно напоминает историю которую я только что упомянул историю о том как царь Шауль спасал жителей Явешгинада от аманитян и там тоже это первая книга Шмуэля глава одиннадцатая так вот там тоже рассказывается о том что отчаявшиеся жители этого города Явешгинад посылают своих посланников к Шаулю с просьбой о спасении и Шауль немедленно реагирует приходит и спасает побеждая аманитян так что иуда макавей здесь то есть эта история явная такой вот ремейк повторения той истории и все братья наши бывшие в пределах земли преданы смерти а жёнах и детей их имущество взяли в плен и погубили там около тысячи мужей что это за земля тов в той же книге шов тим упоминается такое название в связи с историей об ифтахе ифтах 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 суд будущий судья ифтах который повздорил со своими братьями вынужден был уйти некую землю которая называется эрестон теперь во времена которых мы говорим сейчас на самом деле были соединены два названия это библейская эрестон и так называемая земля товии теперь кто такой это товия товия это фигура чрезвычайно важная это представитель довольно богатого рода который называют родом тобиадов не исключено что основателем этого рода был как раз тот человек который упомянут в книге в свое время мы об этом говорили он там назывался товия хамони и мы тогда еще обсуждали что не очень понятно это товия хамони он в самом деле амонитянин или что скорее более более вероятно это еврей который находится на территории земли омон он называется еврейским теофорным именем товия он противник нахемии это да так вот некоторые считают что он был основателем этой семьи эта семья и ее история с довольно большой симпатией и подробно описаны в 12 книге иудейских древностей иудейских древностей иудейских древностей последним из таких ярких представителей этой семьи был был некто геркан который который в конечном счете да дело в том что эти тубиады поддерживали основные события разворачивались во время борьбы между птолемеями и селевкидами за землю Израиля так вот вот эти тубиады видимо имели территории за Иорданией поддерживали птолемея и когда птолемеи потерпели поражение и антиох вторгся на эту территорию то геркан покончил с собой его имущество было захвачено антиохом я имею ввиду антиоха 3 вот и крепость от него осталась известная которую сегодня археологи даже отождествляют на территории современной Иордании вот так вот видимо земля Тови и земля Тов здесь как бы соединились в некое единое целое и опять же все это как бы в глазах автора маковейской книги своего рода ремейк истории с войной Шауля против Омона еще читались эти письма говорится далее в 14 стихе как вот пришли другие вестники на этот раз запада с северо-запада из Галилеи разодранных одеждах с такими извещениями собрались против нас из Птолемаиды и из Тира из Цидона и из всей Галилеи языческой чтобы погубить нас что такое Птолемаида Птолемаида это на самом деле греческое название Ако порт Ако Тир Цор и Цидон нам известно это два центральных финикийских города упоминаемых и в Танахе на территории Ливана сегодняшнего и Галилея языческая любопытно что этот термин Галилея языческая используется и Новым Заветом вот но на самом деле впервые этот термин появляется в Танахе в книге пророка Ишаяу такой вот любопытный момент не до конца ясно что пророк имел в виду в девятой главе книги Ишаяу в первом стихе там появляется термин Галилея Гагуим на самом деле это восьмая глава двадцать третий последний ее стих Галилея Гагуим что бы ни понимал под этим термином пророк этот термин прижился вот он появляется в Маковейской книге Галилея языческая потом в Новом Завете поскольку действительно в Галилее было очень много эллинизированного населения таким образом со всех сторон теснят евреев как на востоке так и на западе и Иуда который находится должен как бы решить решить эту проблему значит он уже как мы видели в Зайордане воевал но теперь вернулся в Иудеи когда услышал эти слова иуда и народ то собралось великое собрание для совещания что сделать для сих братьев находящихся в бедствии угрожаемых войной от тех язычников как воевать помимо прочего опять же возвращаясь к актуалям сегодняшнего дня на два фронта а здесь два фронта правда не на юге и на севере а на востоке и на западе так вот как 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 воевать на два фронта значит надо делить войско тогда иуда сказал симону шимону брату своему выбери себе мужей и иди защити братьев твоих находящихся в галилею посылает шимона галилею а я ионатан брат мой пойдем гилан галилею то есть востоку ионатан это один из братьев которых после смерти иуды станет вождем он собственно первый кто займет официально пост первосвященника и станет носи вождем народом признанным греческими властями вот пока что и 7 ионатан находится под началом иуды а также он оставил иосифа сына захарии и азарию неизвестно кто был отцом азари это здесь не упоминается их он оставил начальниками народом с остатком войска иудеи на хранение в конце этой главы это винтовка еще выстрелит что произошло с этими иосифом и азари и будет такое теологическое осмысление пока что он просто как бы таким достаточно сухим языком языком хроник рассказывает события и дал им повеление сказав управляйте народом сим но не начинайте войны против язычников до нашего возвращения а мы всегда знаем что когда такого рода текстах дается такого рода повеление да то мы уже заранее можем предугадать что видимо оно будет нарушить а впервые такое повеление в еврейских текстах появляется в истории с райским садом когда бог говорит адаму не ешь древо познания добра и зла и как только такое говорится ясно что он естественно это повеление будет нарушено так и здесь симону или шимону отделены для похода в галилею 3000 мужей и удержи в генад восток 8000 мужей потому что там положение видимо более опасное и отправился сначала и вот теперь нам рассказывают сначала о победах шимон и отправился шимон в галилею и произвел много сражений с язычниками и разбиты были им язычники он преследовал их до ворот то лимаиды и пала из язычников до 3000 мужей он взял добычи также он взял с собой находившихся в галилее и арватах иудеев с женами и детьми со всем временем их и привел иудею с великую радостью теперь что такое эти арваты это мы на самом деле точно не знаем опять же арваты арбата значит где это точно находится мы не знаем значит до сих пор победы шимон что касается победы иуды маковея то о них будет рассказываться гораздо более подробно поскольку время наше выходит то мы о победах иуды маковея и ионатана будем уже читать в следующий раз в следующий же раз поговорим о том как описано в маковейской книге смерть антиоха эпифана такое очень важное событие и к чему в результате эта смерть привела опять же на историческом уровне и на уровне теологическом здесь же пока поставим точку и если возникли вопросы как по первой части нашего занятия так и по второй том сейчас самое время их задать есть ли вопросы замечания народ сейчас время задать вопросы я пока воспользуюсь этой паузой и поздравлю всех с наступающей ханукой несмотря на то тень которая над нами нависает будем все же надеяться что ханука будет отпразднованной и мы дождемся каких-то добрых вестей и к началу хануки и во время хануки так что как бы всех я поздравляю наше следующее занятие уже придется на сам праздник вот так есть ли вопросы или замечания или мы завершаем сегодня праздник и праздник и праздник у нас начинается восьмого декабря а восьмого да так написано почему почему а значит это я прошу прощения если я несколько поторопился ну я считаю что победа будет и раньше хануки в общем это вполне как бы приемлемое решение прошу прощения значит действительно действительно ханука на следующей неделе но занятие наше как раз будет до хануки а ханука это первую свечу зажигают видимо в четверг вечером правильно седьмого седьмого декабря да так так есть ли вопросы или замечания или мы сегодня тогда завершаем у нас скоро близится юбилейная сотая лекция этого курса мы это отметим когда она настанет будем надеяться что будут освободены хотя бы 100 заложников да будем надеяться спасибо дим всем большое спасибо за внимание можно задавать вопросы дальше в письменном виде мне напрямую или через Натана окей пока у нас была лекция 11 похищенных передали красному кресту они делают путь в графе окей все всем счастливо пока спасибо 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 Продолжение следует...